Здравствуйте, я Сергей Панарин. Это программа «Точка зрения» на канале ТВК. Сегодня мы будем говорить о противопожарной обстановке в нашей области. И у нас в гостях заместитель начальника управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Липецкой области Александр Самойленко. Мы в прямом эфире. Свои вопросы вы можете задавать по телефону 235-244. Звонок абсолютно бесплатный. Так что звоните, не стесняйтесь, задавайте свои вопросы. Александр Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Александр Николаевич, как у нас дела с противопожарной обстановкой сейчас в области находятся? На территории Липецкой области обстановка с пожарами стабильная. Мы имеем сокращение количества пожаров на 11%, количество травмированных... По сравнению с чем? В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество погибших у нас сокращено на 5%, количество травмированных также сокращено. То есть, в принципе, на территории области обстановка с обеспечением пожарной безопасности стабильна. Подразделения, находящиеся в боевом расчете, в полной боевой готовности, готовы исполнять свои функциональные обязанности по предназначению. Ну, я думаю, вот сейчас многие люди ждут еще пару дней и наступят такие небольшие майские каникулы. Все ждут это с радостью. Это выходные, хорошая погода, природа. Спасатели как ждут этот период времени? Ну, вы знаете, на сегодняшний момент, вместе с тем, что обстановка у нас стабильна на территории Липецкой области, но сейчас, конечно, вы видите, что стоит сушь, погода, повышается температура на территории нашего субъекта. Количество... возросло количество загораний сухой травы. Хотя, скажем, если смотреть с аналогичным периодом прошлого года количество выездов у нас сократилось, но вместе с тем, вероятность, скажем, высокая, вызывает большую озабоченность вот это именно состояние выжигания сухой травы, сухой растительности, жения мусора, размещения несанкционированных свалок на территории населенных пунктов. То есть вот сейчас все усилия на сегодняшний момент государственных инспекторов по пожарному надзору, глав администрации именно сосредоточены для того, чтобы все-таки не допустить то же самое, что произошло в Хакасии при проведении огневых работ, при проведении сжигания стерни, значит, сгорели населенные пункты. То есть сейчас все усилия у нас направлены именно на это. Но усилие в чем заключается? Вы профилактическую работу разъяснили, что вы делаете? Конечно, да, ежедневно проводятся профилактические мероприятия. Это и обходы граждан силами как пожарной охраны субъекта Липецкой области, так и подразделениями государственной противопожарной службы, государственными инспекторами, добровольцами. Добровольцы тоже большую роль оказывают нам большую помощь именно в проведении таких профилактических мероприятий. Ну и, естественно, конечно, мы проводим, начинаем работать с молодежью. То есть полностью весь комплекс мероприятий, направленных на недопущение загораний, просто загораний сухой травы, революционной растительности, пожаров, в любом случае все профилактические мероприятия мы проводим. Да, но я вот с трудом себе представляю, как можно убедить бабушку, которая всю жизнь жгла весной мусор у себя на участке, ну, ниже чего. Вот какова польза от вот этих обходов и как люди воспринимают? Ну, вы знаете, я хочу сказать, что согласно законодательству, действующего законодательства, к сожалению, государственный пожарный надзор не может привлекать к административной ответственности лиц, которые разводят огни, сжигают мусор. Но у нас есть законодательство Липецкой области по охране окружающей среды и природных ресурсов, которая, скажем так, имеет определенные возможности законодательства именно привлекать к административной ответственности виновных лиц в разведении костров, свалок, мусора, сжигания отходов, растительных отходов. То есть в этом направлении мы сейчас и работаем. Что касается, скажем так, бабушек, да, ну вот вчера была привлечена в Добровском районе гражданка. Проблема заключалась в том, что она развела костер в неположенном месте, значит, была привлечена к административной ответственности в виде штрафа. Понимаете, как сказать о том, что... Ну, я думаю, что все-таки пойдет на пользу этой бабушки вот эта вот ситуация. Почему? Потому что были случаи, когда поджигали, бабушки тоже поджигали. В прошлом году такая ситуация была, бабушка подожгла поле, потом поняла, что она натворила, начала тушить, и в итоге погибла в этом огне. Были случаи в этом году, у нас сейчас мы проводим проверку. Проводится проверка по факту неосторожного обращения с огнем, причем сгорел дом соседский. То есть сосед развел костер, поднялся ветер, огонь перекинулся на жилой дом соседа, в итоге дом сгорел. Вот сейчас проводится проверка, будет возбуждено уголовное дело, будем привлекать к уголовной ответственности уже виновное лицо в данном пожаре. То есть здесь... Александр Николаевич, у нас есть звонок от телезрителя. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Вас беспокоит Лебедяне, Валерий Петрович. Мне вопрос такой, вот населенный пункт кончается, домах, там чуть-чуть дорожка проходит, и начинается учреждение сельхозхимии. А там овражки, кусты, все возвращено. Если эти кусты сгорятся, то домам сгорят вообще. Кому можно обратиться, как вы мне можете помочь? А какой населенный пункт сразу скажите? Город Лебедяне. А, Лебедяне. Сам город Лебедяне, да? Спасибо большое за хороший вопрос. Значит, мы, естественно, сами разберемся в этой ситуации, но если вдруг вы становитесь свидетелем данной проблематики, у нас работает горячая линия. Прошу прощения, телефон доверия главного управления сейчас России по Липецкой области 22 88 60. По любым вопросам вы можете обращаться по данному телефону. В кратчайшие сроки государственные инспекторы по пожарному надзору отработают данную ситуацию и примут исчерпывающие меры. Что касается вот этого вопроса, конечно, мы сейчас тоже разберемся в городе Лебедяне, насколько существует вероятность, ли существует угроза. Если нет, то, значит, если действительно существует такая проблематика, мы, конечно, поставим в известность главу муниципального образования, который, в свою очередь, будет устранять те нарушения, те недостатки, которые обезопасывают население нашим. Александр Николаевич, вы вот сказали, что пенсионерка развела костер в неположенном месте. Вот объясните, где положенное место для костра, а где неположенное место? Ну, вы знаете как, существует, я уже говорил, законодательство, да, значит, на территории Липецкой области, на территории населенных пунктов запрещается вообще разведение костров, сжигание мусора. То есть твоя территория, не твоя территория, если населенный пункт? Да, если населенный пункт, то есть на территории населенных пунктов по законодательству запрещено. А если там рядом огнетушитель? Вы знаете как, вообще, утилизация отходов, да, вот о чем мы с вами говорим сейчас, да, допускается утилизация отходов, но это должно быть специальное место, которому определенные требования. А первое требование, это не ближе 50 метров к строениям, и уже должен быть выработан определенный полный комплекс, это должны быть первичные средства пожаротушения, это должны быть на этой площадке и трав, и может быть даже пожарная машина, в зависимости от того количества, будет на утилизацию, которая, то есть предусматривает законодатель, предусматривает проведение утилизационных работ, которые будут соответствовать с требованиями законодательства. Значит, ну бабушка вот осуществляла утилизацию своих отходов, не положено в месте, была привлечена к административной ответственности. Понятно. А какая ответственность, что грозит вообще? Штраф это сколько? Штраф это сколько? Ну, значит, по законодательству Липецкой области на граждан до 5000 рублей, на граждан при проведении работ, по федеральному законодательству эта сумма может возрасти, вплоть до уголовной ответственности. Но это выписывает пожарный инспектор, или это через суд должно там все проходить? Работают, скажем так, две структуры. Государственный пожарный инспектор по пожарному надзору, если выявляется и это в нашей компетенции, то в этом случае мы составляем протокол об административном правонарушении и рассматриваем данные административные протоколы и выносим постановление. Но другая функция, которая сейчас существует и хорошо практикуется, главы органов местного самоуправления вправе сами составлять протоколы об административных правонарушениях и отправлять в административные комиссии муниципальных образований. То есть вы, глава муниципального района, вы увидели, что осуществляется сжигание либо складирование мусора, вы знаете, кто в этом виноват на землях населенного пункта. То есть он составляет протокол на данного гражданина и направляет все материалы в административную комиссию. Значит, административная комиссия рассматривает данный протокол и в свою очередь принимает решение о виновности и невиновности данного лица. Также сотрудники, вернее, также работники администрации, члены административной комиссии тоже вправе составлять административные прокатоколы и направлять на рассмотрение административных комиссий. То есть сейчас, на сегодняшний момент, у нас большой рычаг, и мы работаем в данном направлении именно для того, чтобы главы сами проводили эту профилактическую работу, если не получается, привлекали к административной ответственности. То есть большую роль мы сейчас возлагаем именно на глав органов местного самоуправления. Почему? Потому что главы вправе законодательно наделять на своей территории должностных лиц, скажем так, своей администрации по составлению, по рассмотрению административных дел. И вот сейчас мы, скажем, работаем в этом направлении плотно. У нас еще есть звонок от телезрителя. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Я хотела бы задать такой вопрос. Жители улицы Звездной над Каменным Логом в 15-м микрорайоне постоянно чувствуют и видят, как отдыхающие, особенно по выходным, жарят шашлыки, и никаких надзорных служб не бывает. После этого часто бывает, загорается трава. Вот. Правомерно ли отдыхающие жарят шашлык в Каменном Логу? Вот такой вопрос у меня. Да. Ну, вы знаете, спасибо большое за хороший вопрос. Да, действительно, злободневный вопрос. Вы понимаете, как это территория сельского поселения? Ой, городского поселения. Прошу прощения, да, городского поселения. Никаким нормативным документом законодательно не отражено запрещение разведения, скажем так, приготовления пищи. То есть они находятся в зоне отдыха. Если, скажем так, администрация запрещает проводить жарение шашлыка на этой территории, то в этом случае, конечно, этого делать нельзя. А если это не предусмотрено, это не запрещено, то это, естественно, разрешено. Ну, я так понимаю, что вам это не нравится, практика, но и сделать вы ничего не можете. Практически, да, практически мы ничего не можем. Почему? Потому что, ну, вы же прекрасно понимаете, это место для отдыха, да. Разъяснить человеку о том, что нельзя этого делать, ну, можно в принципе, да. Но опять кто это должен делать? Это должно делать муниципальное образование, это должен делать администрация города, это должен делать тот человек, который отвечает за этот парк. То есть он должен разъяснять, ребят, нельзя здесь жарить. Если вы действительно выполняете это, проводите это, то в этом случае, но если будет введен особо противопожарный режим на территории муниципального образования городского поселения, да, то в этом случае, естественно, запрет сразу будет автоматически запрещен. А так, в принципе, приготовление пищи, я понимаю, что это, да, пожароопасные работы, и, скажем так, запретить гражданам разведение костров, понятно, на территории населенных пунктов запрещено, но, скажем так, приготовление пищи... Открытого огня нет. Открытого огня нет, да. Здесь, конечно, очень-очень спорный вопрос. А так, я, как уже и говорил, что по любому вопросу вы можете обращаться по телефону 22 88 60 на телефон доверия главного управления, и мы уже, в свою очередь, будем, конечно, и поднимать органы местного самоуправления для того, чтобы рассмотреть данную ситуацию. А так, в принципе, конечно, разведение костра на территории населенного пункта категорически запрещено. То, что можно обратиться к сотрудникам полиции, сотрудники полиции вправе составлять протоколы административных правонарушениях по данным, скажем так, статьям, и направлять также на административные комиссии. Вы сказали, особый противопожарный режим. В каких случаях он вводится? В Липецке, я так понимаю, он еще не введен. Да, значит, у нас существует, скажем так, два термина. Первое – это пожароопасный сезон, начало пожароопасного сезона на территории Липецкой области. Он введен 17 апреля после схода снежного покрова, основного снежного покрова. Значит, в случае ухудшения обстановки на территории области и повышения класса пожарной опасности, органы местного самоуправления, муниципальных образований, поселений, городских поселений, сельских поселений, вправе вводить особые противопожарные режимы. Также глава Липецкой области вправе вводить на всей территории Липецкой области особый противопожарный режим, как я уже сказал, что и при ухудшении обстановки. Да, на сегодняшний момент на территории области еще противопожарный режим не введен. Класс пожарной опасности у нас на сегодняшний момент составляет третий из пяти, то есть самый высокий, пятый класс пожарной опасности. Значит, ну если администрация области будет, скажем так, ей будет, то есть она посчитает нужным ввести особый противопожарный режим, значит, мы уже будем работать по особому противопожарному режиму. Что такое особый противопожарный режим? Здесь включается ряд механизм дополнительных мероприятий, направленных на недопущение, скажем так, обстановка ухудшилась. В этой связи нужно дополнительные мероприятия для того, чтобы эта ситуация не развилась в глобальные большие проблемы, в больших масштабах чрезвычайных ситуаций и так далее и тому подобное. В этой связи вводятся, как я сказал, дополнительные меры. Это дополнительно могут быть введения патрулей на территории, скажем так, городских парков. Это, естественно, увеличиваются санкции по нарушениям требований пожарной безопасности. Это, скажем так, усиление тех служб, которые работают на обеспечение безопасности населения, увеличение подразделений на двойной режим работы перехода. То есть комплекс мероприятий, который не допустит тех чрезвычайных ситуаций или каких-то пожаров крупных на территории субъектов. А ухудшение обстановки, оно, наверное, в первую очередь будет связано с погодными условиями. Конечно. То есть если будет жарко, не будет дождей. Совершенно верно, да. То есть, конечно, в первую очередь мы смотрим класс пожарной опасности. И вот, вы знаете, вы же видите, что сейчас у нас большое количество дней, где преобладает большое количество ветров. То есть как-то ветреная погода. Вот это самая основная, конечно, основная проблема, которая сегодня у нас существует. Ветра, 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 ветра. Ветра, 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 ветра. Ну, вы знаете, во-первых, самое первое, самое основное, если вы находитесь на территории сельского поселения, обязательно поставить в известность главу. Почему? Потому что глава имеет определенный опыт тушения такого рода пожаров. Это он имеет добровольцев, которые, скажем так, придут на помощь в случае загорания. Естественно, конечно, вызвать пожарную охрану в случае, действительно, если большое, грандиозное. Но, как правило, те загорания сухой травы, которые сейчас происходят возле населенных пунктов, они незначительны. И глава в состоянии справиться самостоятельно со своими добровольцами. Естественно, собрать всех соседей и всем миром начинать проводить тушение пожара, загорание сухой травы, сухой растительности для того, чтобы это не перекинулось на строение. Если действительно видно, что вы не справляетесь, это, конечно, вызвать пожарную охрану. В любом случае, в полномочиях органов местного самоуправления и каждого гражданина написано о том, что до прибытия подразделения государственной противопожарной службы он обязан сам осуществлять тушение пожара. Здесь должно быть все, скажем так, в любой пожар залезть в дом, ты не обученный человек, а если действительно ты можешь оказать помощь при тушении сухой травы, то есть, в принципе, сложного в этом ничего нет. У нас еще звонок от телезрителя. Здравствуйте, мы вас слушаем. Добрый день. У меня вопрос к товарищу полковнику. Подскажите, пожалуйста, я живу в пятиэтажном доме, мой дом крайний, там идут небольшие подстройки. Под домом, возле дома стоит мангал. Можно ли там готовить шашлыки? А адрес назовете? Агрономическая, спасибо. То есть, это опытная станция. Спасибо, спасибо огромное за вопрос. Вы знаете, как можно ли жарить шашлык? Мы сейчас говорим о приготовлении пищи или как вот... Или костер. Да, или костер. Конечно, разведение костров на территории населенных пунктов запрещено. То есть, на территории населенных пунктов костры разводить запрещено. Если рассматривать, скажем так, мангал как костер, то, естественно, этого нельзя делать. А можно рассмотреть мангал как костер? Или это не совсем костер? Вообще, в условиях особого противопожарного режима и те процессы, которые происходят в Мангале, то в любом случае разводить этого нельзя. То есть в условиях особого противопожарного режима, в условиях той ситуации, которая сейчас находится, по нормативам и нормам охраны окружающей среды, конечно, этого нельзя делать. В любом случае нельзя делать. И вот предыдущий вопрос о том, что, скажем, в парке проводится, осуществляется жарение на мангалах, приготовление пищи, мы опять тоже говорим о том, что а если это разрешено в данном парке? Мы же с вами не можем говорить. Да, но я правильно понимаю, что если вот жарят шашлык, то спасатели выезжают на, когда горит уже что-то, а когда жарят шашлык, спасатели не выезжают туда. То есть надо вызывать тогда полицию. Так получается? Если вдруг человек считает, что это противоправные действия, то в лучшем случае, конечно, вызвать сотрудников правоохранительных органов, которые разберутся в данной сложившей ситуации, дадут квалифицированную оценку. И уже будет приниматься решение. Либо это перейдет материал к нам, как к надзорному органу в области государственной политики, в области пожарной безопасности, либо этот материал перейдет в административную комиссию города Липецка. Скажем, если мы говорим о городе Липецке. Административную комиссию города Липецка, которая тоже будет квалифицировать данное деяние как административное правонарушение, либо это будет трактоваться. А так сказать, понимаете, нельзя сказать, в каждом случае нужно разбираться. То есть сейчас сказать огонь, что нельзя вот этого делать, хотя здесь это дозволяется, то есть это дозволяется органам местного самоуправления проводить эти работы. Если это частная территория, скажем так, перед пятиэтажным жилым домом может быть частная собственность чья-то, которая вправе проводить эти приготовления пищи на костре, то здесь очень сложно говорить и однозначного ответа, скажем так, по телефону сказать нельзя. А все-таки мы говорили вот о тушении сухой травы, а как ее надо тушить все-таки? Вот до приезда спасать, то есть заливать водой, это вам кажется легко, но не все этим занимаются. И вот я сейчас говорю о том, что мы говорим, давайте мы будем говорить о территории населенного пункта, сельского поселения. Почему я говорю, именно чтобы, скажем так, правильно квалифицировать те деяния, которые будут. Почему я говорю о главе, в первую очередь? То есть глава должен быть поставлен в известность. Либо позвонить в пожарную охрану и пожарная охрана поставит. То есть вы можете позвонить сразу в пожарную охрану, то есть если вы не знаете номер телефона главы. То есть мы сами главу найдем до того момента и до нашего прибытия глава уже приступит к тушению пожара. Почему? Потому что у каждого населенном пункте, как правило, в каждом населенном пункте есть свой трактор, который при той иной ситуации, у них есть определенный алгоритм действий. Первый алгоритм действий – запускается трактор, который осуществляет опашку горящего участка для того, чтобы огонь не распространился на жилые строения. И второй момент – может быть подойдет бочка с водой, которая при помощи этой бочки с водой будет тушиться. Если нет и нет возможности подъезда воды, подвоза воды, техники, элементарно срубаются ветки, начинается тушение пожара. При помощи веток забивать этот костер. А потом уже прибывает подразделение пожарной охраны в случае, если действительно существует угроза строения. А то очень много случаев, когда прибывает глава на место загорания сухой травы и дает отбой подразделения пожарной охраны. Нет, не надо приезжать, мы здесь справимся сами. Потому что, как правило, во всех наших образованиях, муниципальных образований поселений, сельских поселений, есть и ранцевые огнетушители, и просто огнетушители. И предусматривается приспособленная техника для подвоза воды. И, как правило, трактора с плугом, которые готовы уже на этот период, уже плуги, которые опахивают те горящие участки. За обстановкой в лесах вы следите? Ну, вообще, профилактические мероприятия не возложены на МЧС. На МЧС возложено, я уже неоднократно говорил, обеспечение безопасности на территории поселений. С лесами занимается другая структура, которая отвечает за и тушение пожаров, и проведение профилактической работы. Но вместе с тем, да, в случае, не дай бог, если какие-то пожары и загорания у нас осуществляются в лесах, то, в первую очередь, мы тоже пребываем, мы начинаем, скажем так, осуществлять безопасность населенных пунктов, и, конечно же, приступаем к тушению пожара в лесных массивах. Ну, на сегодняшний момент, слава богу, у нас на территории области не было ни одного пожара в лесных массивах, ни загорания, ни стерни, ни, не дай бог, вихрового пожара. То есть, в принципе, проводится огромная работа, я знаю, что лесопожарный центр наш, огромную работу проводит, превосходная техника, которая готова к тушению пожара. Я знаю, что у нас, мы, да, ситуацию, конечно, мониторим и при помощи спутников, то есть, каждая, скажем так, пролетает спутник, который фиксирует точки, термоточки на территории. Обязательно мы эти все точки отрабатываем. Если территория населенного пункта, значит, полей, то в этом случае мы в обязательном порядке выезжаем подразделения, осматриваем эту точку. По лесным массивам у нас установлены камеры, которые смотрят, вернее, у лесников установлены камеры, которые смотрят. Мы тоже, скажем так, подключены к этой системе и мониторим ситуацию. И также стоят вышки, с вышек также осуществляется наблюдение за лесными массивами нашей Рипецкой области. То есть, в принципе, ситуацию мы, конечно, держим на контроле, как вы впервые начали говорить о том, что начинаются праздники. Конечно, для людей праздники, для нас это, скажем так, усиленная работа, усиленное внимание, усиленный мониторинг ситуации, для того, чтобы все-таки нам не допустить каких-то чрезвычайных ситуаций, случаев, для того, чтобы безопасить наших граждан. А вот добровольные пожарные дружины, о которых вы говорили, они несколько лет в Липецке назад были созданы. Вот за это время все-таки, ну, как вы оцениваете их уровень и чем они вообще должны заниматься? Ну, вы знаете как, я хочу сказать, что на территории Липецкой области у нас свыше 12 тысяч добровольных пожарных. Ну, это, скажем так, наши первые помощники, люди, которые в первую очередь приходят на помощь к нашим гражданам в случае той или иной ситуации. Конечно, уровень наших добровольцев растет, и помимо федерального законодательства, который создал добровольные пожарные формирования, и те, скажем так, нормативно-правовые акты, которые разработаны в Липецкой области, которые повышают уровень добровольцев, которые, скажем так, некоторые вопросы социальной защиты их дает. То есть, в принципе, на сегодняшний момент быть добровольцем – это почетно. И, скажем, на сегодняшний момент при каждом загорании пожара, либо загорании принимают участие в тушении пожара в каждом пожаре добровольцы. То есть, это в первую очередь, конечно, глава муниципального образования, основной доброволец, и его добровольцы, которые живут на этой территории. То есть, по подразделению пожарной охраны понятно, что законодателям определено время прибытия подразделения пожарной охраны. Я напомню, что в городе это 10 минут, а в сельской местности это 20 минут. И вот в течение этих 20 минут, 10 минут, естественно, добровольцы работают, оказывают помощь, спасают, не дают распространиться огню на другие строения. И вот в этой связи, конечно, и уровень повышается, и проводятся соревнования с ними, и обеспечиваем мы их боевой одеждой и снаряжением. Александр Николаевич, спасибо, что пришли, спасибо, что ответили на наши вопросы. Наше время подошло к концу. Я желаю вам, чтобы эти майские праздники прошли спокойно. Спасибо. Спасибо. Это была программа «Точка зрения». Сегодня мы говорили о противопожарной обстановке. В гостях у нас был Александр Самойленко. Будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова